Добро пожаловать на мой канал! Приступим! Вот такая вот замечательная пижама в виде майка из мультика Корпорация Монстров. Такой вот зеленый монстр. На капюшончике рожки. Слитный комбинезончик. Очень оригинальный, мягкий и красивый. Его можно использовать как пижаму, как домашний костюм. И здорово на карнавальной неделе такие костюмы. Потому что в Германии только что прошли карнавальные праздники. И такой костюм просто незаменим для ребенка. Потому что его можно одеть поверх верхней одежды. Обычно же, когда костюмчики покупаешь, они какие-то тоненькие или элементы какие-то просто. Но я имею ввиду элементы, которые просто... Ну, элементы. Носик или ушки или что-то. А тут целый костюм. Вот такой вот светящийся глаз. Он светится в темноте. Такие вот обалденные рожки. И поэтому ваш ребенок может на карнавале веселиться. И вы не будете бояться, что он замерзнет. В общем, вот такой вот оригинальный костюм. Всем советую приобрести. Такой костюмчик можно купить в магазинах на сайте ebay. Ссылочки я оставлю. Следующий это вот такой оригинальный халат. Тоже для мальчика. В стиле... Йоды. Йода. Из фильма «Звездные войны». Вот такие вот рожки. На капюшончике. Ну и сам он оригинальный. Вот с таким вот... Такой вот аппликацией в виде йоды. И сзади со знаком. Из этого фильма. В прошлом году вышла новая серия этого фильма. Поэтому магазины были буквально наполнены... Во всяком случае, немецкие магазины. Всякой продукцией. Из фильма «Звездные войны». И это можно было встретить на каждом углу. Но данный халатик я хочу отметить отличного качества. Немножечко маломерит, конечно. Написано на 5-6 лет. Но я думала, что это, скорее всего, 4-5. Ну, в общем-то, кто заинтересуется, могут посмотреть это. Такой халатик в интернете. Ссылочку я оставлю. Вот такой вот просто обалделый милый плащик на девочку. Дождевик. Сверху дождевик. А внутри... Здесь такой материальчик типа флиса. То есть это можно в холодную дождливую погоду использовать. Лакированный, блестящий. На капюшончике такой вот замечательный бантик. И на карманчиках бантики тоже. Такое сочетание красный с белым. Я очень люблю это. Как, знаете, вообще маленький мухоморчик. Вообще всегда обожала мухоморы. В них грибы вот именно. Цвет. В них что-то такое вот сказочное, красивое. Поэтому вот такой цвет я очень люблю. Напоминает мне вот такие вот мухоморчики. Ну, и качество, конечно, этого плащика просто идеальное. Всем советую. Ссылочки я оставлю. Топ-топ-топ. Сапожки-котики. Посмотрите, какие милые. Мало того, что все эти мордочки, все так классно прошито на этих валеночках. Или домашних сапожках. Ну, скорее всего, для дома, потому что подошва мягкая. И на ушках такой вот блестящий материал. Мягкие, уютные, прям представляю, как маленькая девчушка бежит в таких тапочках по дому. Забавно. Также здорово для фотосессий использовать. В общем, мило. Такие вот пушистенькие, красивые сапожки. Тоже советую обратить внимание. Ну, вот с детским я завершила на данный момент. Хочу показать вот такую вот юбочку в виде трапеции. Какая-то ерунда на нее уже налипла. Скорее всего, волосы от моего кошака. Вот такая вот, с блестящими пуговками. Тоже я на нее сразу обратила внимание в магазине Праймарк. Она стоила всего 8 евро. Были все размеры. И я считаю, что это совершенно недорого для такой вот юбки. Потому что юбки здесь, в принципе, в пределах 20 евро идут. В обычных магазинах. Ну, и здесь хорошее качество. Единственное, что... Главное, так смешно получилось. Когда я отрывала этикеточку, там была запасная пуговица. Я подумала, каждый раз ложат пуговицы. Но я никогда ими не пользуюсь. Всегда выкидываю, потому что, в принципе, пуговицы особо я не теряю с одежды. Ну и что ж, в первый же день, когда я ее одела, я пришла домой без пуговицы. Была очень рада, что была запасная. Поэтому пришила. Вообще, нужно, наверное, при покупке таких вещей сразу проверять, плотно ли пришиты пуговки на нее. Ну, не знаю, в чем было дело. Вообще, в праморке отличная качественная одежда. Ну, вот пуговку не дошил кто-то, поленился. Но, тем не менее, вот такая вот замечательная елочка. Следующая, это такая восхитительная косметичка. Такая вот цветная. В золотистых таких вот узорах вся. И с милыми помпончиками. Ну и в праймарке очень часто на косметичке вешают помпончики, что создает, ну, просто такой милый вид. Придает ей. Такая вот она мягкая. Она у меня набита всякой бумагой, чтобы не потеряла форму. Потому что именно эта косметичка, она мягкая. То есть, она не такая вот квадратная. Чтобы она была такой, ее нужно, конечно, наполнить. Но, тем не менее, оригинальная. Не стыдно ее где-то достать. Здорово. Следующий, это вот такой вот интересный клатч. Стоил он что-то совсем недорого. Я его взяла, но ни разу еще его не носила. Такими блестящими штучками. Вот так вот он выглядит изнутри. На магнитике. Ну, я думаю, вот именно такой вот он подойдет с каким-то светлым брючным костюмом. Я еще не использовала, поэтому даже еще не решила, с чем я это буду носить. Он мне показался интересной своей формой. Какой-то необычной. Надо сказать. Поэтому я его купила. Ну, в общем, когда я испробую, фотографии я размещу. И вы сможете посмотреть. Всем уже известно, что я являюсь и большим поклонником всяких ремешков и поисков. Вот такой вот забавный ремешок я купила в магазине Праймарк. В виде цветочка с камушками. Синие, розовенькие. Смотрится очень-очень здорово. С шортами. Можно, конечно, и с платьем, но с платьем я еще не пробовала. А с шортами смотрится просто обалденно. Особенно с джинсами. Поэтому вот такой вот ремешочек вы тоже можете приобрести на ebay. Ссылочки я оставлю. Вот такой вот забавный набор маленьких гвоздиков. Сережечек. И так оригинально сделано у девочки как бы шапочка на картинке. И прикреплены вот эти вот гвоздики. Здорово будет как подарочный вариант. Просто как дополнение к подарку. Или просто подарок для хорошего настроения. Потому что гвоздиков их всегда не хватает. Они всегда теряются. Поэтому здорово, если их много. Особенно у кого много дырочек в ушах. Будет оригинально такое приобрести. Ну и так же они у меня стоят на моем столике. С картоночки с этой я не снимаю. Потому что обалденная девочка такая позитивная. Мне очень нравится. Как всегда не обошла вниманием носочки. Вот эти уж особенно красивые. Вот такая вот панда в шапочке в зимней. С такими вот ушками. Махровые носочки. Очень-очень хорошего качества. Очень здорово на ноге смотрится. Прикольно. Носить по дому. Конечно, потому что с такой большой мордочкой. Если вы под брюки, то эта морда будет выпирать. 100%. Я уже пробовала. Поэтому я ношу их только дома. И так же это будет замечательным подарком. Еще классные носочки в виде Бакс Бани. Зайчика из мультика. И My Little Pony. Вот такие вот красочные лошадки, пони. из одноименного мультика. Ну, а это вот зайчики. Классные носочки создадут очень хорошее настроение. Присмотритесь. Шикарный, огромный рюкзак. Из кожзама. С магазина Primark. Вот с таким вот интересным орнаментом. С выбитой на кожу немножечко. Большой, потому что рюкзачки обычно у меня какие-то маленькие, невместительные. В этот влезет все, что угодно. И косметичка, и зонтики, и записные книжки. Все, что угодно. В принципе, я и взяла его из-за того, что он такой огромный. Потому что иногда такие большие рюкзаки, они просто необходимы. Если вы отправляетесь куда-то, особенно далеко от дома. Потому что у меня, например, сумка набита просто доверху. Всем, чем только можно. И для перекуса какие-то штучки, конфетки. Всякие жевачечки, салфеточки, косметичка, зонтики на случай дождика. Поэтому такой вот рюкзак, он здорово подойдет. Стоило, на удивление, совершенно дешево. Всего 15 евро. Учитывая, что это вообще замечательнейшее качество. Поэтому я его и приобрела. Вот такой вот классный рюкзак. Вот такие вот милейшие розовые тапочки. Обожаю розовый цвет. Хатбрека. Вот с такими вот сердечками. И меховые внутри. Мягкие, красивые. Розовые. Здорово будут смотреться с пижамами. С халатиками. Нежно-розового цвета. Ну, просто мечта, а не тапочки. Конечно, сейчас вариантов подобных тапок везде много. Ну, вот мне понравились именно вот такие вот неброские. Как-то иногда уже надоедает. Тут мы покупали из комиксов. Из Диснея я показывала эти Винни-Пух тапки. Ну, иногда хочется вот просто вот такие вот простые. Но, тем не менее, они менее классные. Вот такие вот милые тапочки. И еще, что хотела показать, это такой вот зонтик. Он, конечно, был не из магазина Праймарк. Его покупала на ИГР. Вот он мне понравился. Своим рисунком. Вот. Такой вот классный принт. С ним я уже выходила, так сказать, в люди. Сделала фотосессию. Оригинально, потому что зонтики здорово, когда зонтики красочные, я уже говорила. Потому что, ну, не знаю. И так дождливая серая погода, а зонтики должны как минимум радовать. Поэтому, я всегда стараюсь покупать себе вот такие вот позитивные зонты. Какими-то интересными элементами. Вот так вот здорово это все. Ну, в общем, все, что я хотела сегодня показать. И если вам понравилось мое видео, подписывайтесь на мой канал. И до новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok